Террористическая угроза Тахаруш, как в Кёльне Когда разные ребята арабские На Новый год начали щупать немок Но там была разница Потому что Тахаруш был массовый флешмоб Был, конечно, без особого организатора А тут организация была Потому что еще в феврале Daily Mail писала, что Собираются российские болельщики Бить английских фанатов Происшествие было вполне ожидаемым Замечу, и не только после Марселя Но и после Лиля Это очень важно После Марселя был еще Лиль А вот тут я хочу отвлечься И на минуточку сказать Что история использования государством Околоспортивных групп В роли того, что по-английски называется Парамилитари, а по-русски с недавних пор Зазывается Титушки Это очень известная история И самая известная из истории Это мне важно для обоснования Последующего Была еще в Римской империи Партии синих и зеленых устраивали Массовые погромы и в Антиохии Но самым главным местом Стал Константинополь Почему Константинополь? Потому что эти спортивные парамилитари Получили широкое распространение Именно в порогоне империи После краха традиционной системы Городского самоуправления И стремительного роста христианства Собственно, их существование Стало следствием краха системы Городского самоуправления Римская власть нуждалась в том, Чтобы как-то организовывать чернь Поскольку больше она не могла Организовывать чернь Через выборных магистратов Она организовывала ее через громил Соответственно, вот наивысшего развития Такой способ управления обществом Достиг в Константинополе И синие и зеленые Там были не цирковые партии Это был такой стратегический запас хулиганья Они поддерживали возвышение Или низложение того или иного императора Кроме этого, они были очень полезны Поскольку на выездных сессиях Диктовали на выездных своих сессиях А с дубинками в руках Решение некоторым церковным собором Вообще, вот эти вот спортивные парамилитари Очень часто имели союз с другим видом Тоже парамилитари Такие церковные тетушки Которые разносили языческие храмы И боролись с еретиками То есть это я к тому Что делегирование права на насилие Лемперн пролетариату, хулиганам Откровенному блатнику Этот давно опробованный Некоторыми государствами Инструмент управления Его плюс Он позволяет государству Снять с себя ответственность за насилие Он позволяет Поставить безработных И потенциально опасных уголовников На содержание властей Но вот как-то в современных Приличных государствах Этот инструмент не распространен По одной простой причине Потому что монополия Государства на насилие Это один из первых признаков Состоятельного государства Утрата монополия на насилие Ну можно сказать За исключением феодализма Но этот сложный случай Который мы сейчас Распатривать не будем Утрата монополия на насилие Это первый признак Несостоявшегося государства Фейлстейт Перерыв на новости Я напоминаю Закончила на том Что утрата монополии на насилие Есть один из признаков Несостоявшегося государства Фейлстейт Вот в этом смысле Поздняя Римская империя Со столицы в Константинополе Представляла из себя Фейлстейт И собственно Почему так были популярны Спортивные тетушки Как способ возведения На трон императоров Ровно потому что Константинополь Был очень хорошо защищен стенами То есть В город без предварительного согласия Не могла попасть Ничья армия В том числе и своя И соответственно Можно было полагаться Не на вооруженные силы А просто на хулиганов Вот собственно В современном мире То же самое Спортивные хулиганы Фашистующие байкеры Просто громилы Везде есть В любом демократическом обществе Это отбросы общества Президенты страны Не катаются с ними На трехколесных байках Не наносят им визиты Не обеспечивают их Бесплатным транспортным На чемпионаты Вот если бы колонна байкеров США вздумала бы В годовщину ядерных бомбардировок Устроить пробег От Хиросимы до Нагасаки Там типа Под лозунгом Смотри раз Сможем и сейчас То отказ японской стороны Допустить их на их территорию Не было бы главной новостью На тему опять Нас бедных обители В России принципиально Другая ситуация И посмотрите Какая интересная вещь У нас Такие законы Против экстремизма Что Палец не всунешь У нас вот На носика Завели Уголовное дело За призыв Бомбить Сирию То есть делать ровно то Что делает сам президент Российской Федерации У нас в тюрьму Можно попасть За скол зубной Мали ОМОНовца За картинку Из Фейсбука Была знаменитая история Когда девушка Из города Бейска Татьяна Андреева Села в тюрьму На 7 лет За то Что она ударила Ножом насильника Который опалил Ее клофелином И принес в номер Гостиницы И начал насиловать Она проснулась То есть Наше государство Панически Относится даже К идее Самообороны граждан А уж Что касается Самоорганизации Ну ребят Ну у нас Отрабатываются Учения Как разогнать Пенсионеров Причем у нас Для этого создана Национальная гвардия Что такое Национальная гвардия Внутренняя армия Как-то у Виктора Суворова Была замечательная Статья на том Что только у России Есть внешняя разведка И внутренние войска Потому что У всех стран Нормальных Разведка Всегда внешняя Разведка Всегда внешняя И войска Всегда внешние А внутренних нет Против своего народа Не воюют Да Так вот У нас значит То пенсионеров Отрабатывают То отрабатывают Как разгонять рабочих Которым не платят зарплаты Помните Что случилось С грузовиками Водителями Когда они попытались Самоорганизоваться Против Платона Купили Запугали Задавили Наивно спрашивать В этой ситуации Являются ли Скоординированные И молниеносные Погромы В Марселе И Виле Клютатом Спонтанной Самоорганизации Российских болельщиков Российское государство Не признает Спонтанной Самоорганизации Да Этих болельщиков Извините Привезли Бесплатно Насколько я понимаю Да Как они вообще Попали в кризис В Европу Да Как они попали Туда Насколько я понимаю Были чуть ли не Самолеты Минобороны Вообще Кого он возит Самолетами Минобороны Обычно возят Солдат А да Там был совершенно Качественно Другой уровень Громил Да Они выступали Вот цитирую я здесь Дейли Миль В другой категории Нежели обычный Английский хулиган Тренирующийся На певе и чипсах Но самое главное Вот именно то Что Кремль Не терпит Никаких организаций Заточенных Тем более Под насилие Если они косвенно Как-то Не контролируются Там довольно много Написано Текстов О том Как они тренировались Где-то в лесу Где у них были Тренировочные лагеря То есть Хорошая школа Погромов Гражданского населения С помощью Подручных предметов Вот вы представляете Себе такую школу Где-нибудь Организует Навальный Вот сколько минут Пройдет Прежде чем Всех участников Закатают на 15 лет То есть Что произошло Во Франции Вполне ясно Были хорошо Организованные Группы Российских хулиганов Они сбивали Британскую Неорганизованную Футбольную плесень Вот другой вопрос Совершенно непонятный Зачем Это было Надо И было ли это Санкционировано Непосредственно Государством Потому что Здесь на самом деле Куча вариантов Потому что Еще раз Нет вопроса Что государство Само расплодило Этих ребят Точка Эти люди Тренировались Внутри государства Которые не терпят Тренировки Организованных Групп Тем более Таких Но вот тут Богатство вариантов Зачем Ну Самой конспирологической Что типа Это была вот такая Пробивка Вот поставить Измерить Европейскую реакцию Вот помните Перед российско-грузинской войной Тоже были пробивки Один раз мы даже Ракету уронили И сказали Что ее уронили Сами грузины Закопали Сами грузины То есть Это было Замеряли реакцию Запада Запада было Все равно Война началась Да вот Возможно Что пробивка Со спонтанными Российскими погромами В Марсиле Предшествует Спонтанным погромам Где-нибудь там В Таллине На самом деле Я в эту версию Мало верю Ровно потому Что она предусловливает Что у нас Государство Очень такое Сильно продуманное А хотя Мы немножко Склонны К мышлению В стиле Заговора Все-таки Чаще В Кремле Стратегии Сталкиваются И чаще В Кремле Все-таки Вещи Происходят В виде реакции А не в виде Долгой Стратегии Так что Другой вариант Что это просто Такая типичная Рзац война На которой Собственно Как раз Мастер наш режим Ну вот Обратите внимание На реакцию Маркина Что Маркин Сказал После того Как После того Как появились После того Как этих болельщиков Стали задерживать Представитель Следственного комитета Сказал Что Ха Они там Мужиков Настоящих Не видели Все значит Ходили по гей-парадам Как сказал По поводу Хрустальной ночи Доктор Геббельс Это проявление Здоровых инстинктов Арийской нации А вот Это такой Абсолютный Синдром Хулигана Который Искренне Считает Себя Жертвой И это Возможно Вот Тот пиар-эффект Который Добивалась Россия Когда Кстати То же самое Делают Исламские Эстремисты Когда Они С одной стороны Поразную Взрыв башен Близнецов А с другой Говорят Это они Сами Взорвали Чтобы скомпрометировать Мирный ислам И вот В этом Смысле Да Конечно Очень возможно Что это Дальнейшая История Как с Пробегом Байкеров Да Вот мы Если Байкеров Не пустили То это Нас Бедных Обидели Да Кстати Вот Очень много Вопросов Особенно Наше Телевидение Говорило Типа Вот Да Наши Хулиганы Конечно Были Хулиганы Но Почему Была Такая Дискриминация Почему Брали Только Наших А не Английских Ответ Ровно Потому Что Есть разница Между Хулиганом Который Пьет Пивасик Это Плохо Это Отброс Общества И так Далее И хорошо Тренированной И организованной Группой И Кстати Совершенно Трезвый Даже Той Которая На него Налетает Россия Постоянно Играет В такую Гибридную Войну Это Вот Как Георгиевскую Ленту Влетит Над Нью-Йорком Пролетел Над Нью-Йорком Георгиевская Лента Это Круто Считаем Вот Мы Почти Уронили На них Ядерную Бомбу А Если Георгиевскую Ленту Запретили Мы Сказали Наших Обидели Ну Наконец Третий Вариант Это Если Людям Уполномоченным Руководить Российскими Футбольными Погромщиками Снявся Лавры Хирурга Потому Что Понятно Что Люди Которые Такие Натренированные На спонтанное Устройство Драк На улицах В общем Тренировались Бить Не английских Болельщиков А пятую Колонну Вот Они Может В Марселе Показали Товар Лицом Ну И Конечно Еще Вариант Что Просто У нас Очень много Вещей Делается Потому Что На них Не просчитывается Реакция Запада Вот Например Когда Мы Одновременно Аннексировали Крым И Одновременно Призывали Европу Строить Южный Поток Да То Понятно Что Это Как-то Цели Противоречит Другому Либо Южный Поток Либо Крым И Вот Я Вполне Допускаю Что Это Было Что-то Знаете Типа Ах Вы Не Снимаете Санкции Ну Мы Вам Покажем Что Умеют Наши Болельщики И Что Никто Не Задумался При этом О Реакции Европы А Реакция Оказалась Очень Простая Потому Что Попали В Самую Больную Точку Европа Все Глотает Но Есть Одна Вещь Которая Леволиберальная Туса Еще С 1923 Стараниями Сталинского Пропагандиста Мюценберга Не Глотает Это Зигу С другой Тот же Самый Шпрыгин За Спиной Путина Вплотную То есть Вот Но Еще То есть Вот Собственно Очень Возможно Что И то Что мы Видим Собственно Что Происходит Что Очень Жесткая Реакция Запада Внезапно На Этих Болельщиков Это Западу Очень Сложно Реагировать Допустим Вот Как я Уже Сказала На Радикальных Исламистов Потому Что Действительно Как Их Отличить От Мирных Мусульман Да Потому Что Есть Левая Тусовка Которая Делает Все Для Разрушения Буржуазного Общества И Которая Пользуется Для Разрушения Буржуазного Общества Чем Угодно Потеплением Так Потеплением Социализм Так Социализм А Ислам Так Ислам Исламизм Так Исламизм Да Все Им Годится Противостоять Тому Что Находится Внутри Самого Общества Каждый Раз Когда Возникает Какая-то Вещь Снаружи Например Тот Ж ИГИЛ Или Например Россия Которая Ведет Себя Конечно Не Как Террорист Но Как Хулиган А Оказается Что Очень Легко С ней Бороться И Вот Если Вы Посмотрите Что Вдруг Начали Предпринимать Меры Против России То Такое Впечатление Очень Легкая Возможность Отыграться И Не Случайно Там Вот Этим Ребятам Уже Дали Достаточно Приличные Сорока Еще Раз Повторяю Самое Главное Вот Главная Причина По которой Ни одно Развитое Государство Не делегирует Громилам Право На Насилие Заключается В том Что Любая Организация Получившая От государства Франшиза На Насилие Стремится Эту Франшизу Развить В ущерб Первоначального Франшиза Дателя Как это Происходит Например На наших Глазах В Чечне И вот Абсолютно Не случайно Шествие Хулиганов По Европейским Столицам Триумфальное Российских Совпало С названием Моста В Санкт-Петербурге В честь Ахмата Кадырова